Всем привет! Сегодня заканчивается наша поездка в Рим, четырёхдневная. Вот мы уже сидим на вокзале. Мы тут пробрались на восточную платформу, до которой нужно было идти мимо бомжей вокруг. Непонятно, как там стрелочки идут. Ну, короче, мы в итоге добрались. Тут сидят только местные, никаких туристов здесь нет. Потому что мы едем в деревню в Тоскане, где там только на региональном поезде добраться. Скоростные туда... Там не останавливаются просто. Да, не останавливаются. Тут видно хорошо очень вокзал. Вот мы сейчас покажем. И скоростные поезда уходят в разные направления, типа в Милан или на... Неаполь. На Неаполь. Вот, сейчас он проедет, и мы расскажем вам о наших впечатлениях о Риме. В общем, наши впечатления от Рима. Кратко и коротко. Нам очень понравилось. Тут, мне кажется, еще очень много чего облазить, потому что ты ходишь по этим улочкам, выходишь каждый раз на новые церкви, какие-то архитектурные раскопки. В общем, здесь четырех дней даже, может быть, недостаточно. Потому что мы не сильно напрягаясь, в обед отдыхали, но все равно еще осталось очень много, что посмотреть. Мы в основном посмотрели восточную часть города, западную мы даже не пытались охватить. То есть, ну, основные, мне кажется, достопримечательности мы посмотрели, которые были на слуху. Но так, чтобы еще проникнуть этим духом, кажется, нужно, как Джулия Робертс, сюда приезжать. На месяц. Да, на месяц, а то и на три. Атмосфера в городе очень классная. Все, кажется, несмотря на огромное количество туристов, все равно готовы еще всем улыбаться и хороший сервис делать. Ну, на самом деле, они на этом и деньги зарабатывают, наверное, так. Я думаю, что я немножечко расстроена, что как будто бы мне не хватило времени. А это означает, что город хороший. Еда вкусная, люди милые вроде, все классно. В общем, приезжайте, не, как сказать, не заскучайте. Рекомендуем. В итальянских поездах все окна затонированные, чтобы было не жарко внутри вагона, когда ты едешь. В зале главном все билеты, которые покупаешь, надо валидировать. Но надо валидировать другой стороной. Видите, здесь пробита дырочка и станция отправления и время. Вот не забывайте пробивать, иначе вас могут оштрафовать. Вот региональные поезда. Старые поезда, но немного модифицированные. Наверное, внутри есть кондер. Сейчас посмотрим. Вот мы идем мимо такого поезда, ищем сейчас, в какой вагон сесть. Вроде там есть кондиционер, но что-то пованивает иногда туалетами. Ну, посмотрим, как внутри будет. Все, заходим. Не, вроде поезд прикольный. Тут кондер, короче. Шторки, удобные, комфортабельные кресла. Будем ехать час пятьдесят до Тосканы. Приехали в место нашего назначения Чиуси Чиан Цо Чиану Терме. Это здесь такие должны быть источники. Ну, вот мы сейчас пойдем на вокзал, и нас должны отсюда забрать, и мы поедем в деревню, где мы будем базироваться. Здесь очень много людей пересаживаются, наверное, из-за того, что... Да, здесь стыковка с другим поездом в другой регион, на Флоренцию. Я заметил одну особенность. Здесь рельсы красят в белый цвет, наверное, чтобы не ржавели и на солнце не нагревались сильно. А вот это вид на дом, который нас принимает. Мы потом скинем ссылочку на это дело и расскажем вам, где мы разместились. А пока что до завтра. Мы решили снять еще один бонус. Это вот тут мы пришли в беседку, от которой открывается вид на закат. Мы уже тут все облазили, примерно поняли, где что находится, но это мы потом покажем. А сегодня мы покажем вам только закат. В общем, нам все здесь очень нравится. Здесь очень умиротворяющий вид на холмы, виноградники, оливковые рощи. Но это мы все еще покажем. Вот он, закат в Тоскане.